А как вы считаете, фактор Мурзагулова может как-то повлиять, я не знаю, на расклад сил, на положение людей, на вот этой вот карте иерархии, скажем так? Ну, Ростислав Равкатович подложил дежурную свинью очередному губернатору, то есть на его счету Хабиров уже третий губернатор, которого он поливает грязью. И поработал он уже с третьим губернатором республики Башкортостан, то есть он поработал с первым президентом республики, с вторым президентом, да, и с третьим губернатором Хабировым. У меня есть надежда на то, что следующий, кто придет за Хабировым, воздержится от сотрудничества с Ростиславом Равкатовичем, прервав эту погубную традицию. Ну, на самом деле надо серьезно, ну, так сказать, адекватно оценивать вообще значимость Мурзагулова и для внутриполитической обстановки в республике, и для каких-то других процессов. Ну, она на самом деле очень незначительна. Ну, сегодня да, но... То есть это, она и была незначительна, просто уж очень старался Ростислав преподносить себя как человека, который решает здесь все практически в республике. Вот, но, да, в личном плане, конечно, Хабирову должно быть ужасно неприятно от этого всего, то есть это такой очень зловонный плевок в лицо, ну, или даже в спину, может быть, как бы, не знаю, куда уж там попал Ростислав. Я это трактую как мелкую гадость. Вот последнее вот это интервью, да, то есть, как бы, не имея возможности каким-то образом всерьез проявиться на медийном поле, а Мурзагулов очень привык к тому, что он публичная фигура, что он, у него, значит, масса, как бы, зрителей на этом, вот в этом представлении, которое вообще, собственно, являет собой вся его жизнь, соответственно, он, конечно, как-то, ну, занервничал, видимо, вот понадобилось, да. Ну, я вот именно так, как мелкую гадость, которую он все-таки на всякий случай напоследок сделал. Я все-таки стою на своем, считаю, что нужно написать книжку, и нужно... Вот, в чем гадость-то, пока ничего же не сказано. Нет, гадость в том, что он рассказывал в этом своем интервью, то есть, он максимальным образом постарался, значит, ну, в оскорбительной форме выставить Хабирова, ну, естественно, как обычно, исследуя своей традиции, он максимально, значит, возвысил свою роль вообще в мировом развитии и вообще в судьбе республики, то есть, ну, вот эта история, как Хабиров приехал к нему в Испанию, там, пить его вино и просить вернуться, значит, и поработать, и спасти, в общем-то, его Хабирова там в Красногорске, потому что Хабиров ни черта не понимает в компьютерах и не знает, как с этим всем справляться, и как вот Ростислав последний его надежды, что вернись, пожалуйста, поработай и так далее, и так далее, то есть, ну, вот как вот изложено было в этом интервью. Ну, это унизительно неприятно, это не по-мужски как-то не очень здорово на самом деле выглядело. Даже если Хабиров, ну, на меня он тоже не производит впечатления человека высокого, интеллектуального и, как бы, очень грамотного, ну, ни к чему было своего вчера еще друга выставлять в такой унизительной позиции, в которой вот он это все выставил. То есть, чисто по-человечески, это, конечно, было отвратительно. Так, ну, относительно их отношений, близких, окей, более-менее понятно. При этом с Андреем Назаровым вроде как ничего такого близкого их не объединяло, и вдруг относительно него тоже, прямо об угрозах он пишет. Да-да-да, вот эта история. Ну, во-первых, вот этот пост о том, как, ну, может быть, наши зрители не все в курсе, Мурзагулов опубликовал пост в какой-то из соцсетей, не знаю, где он там фигурирует, ну, видимо, там, в Инстаграме, о том, что, значит, Андрей Назаров собрал ведущих бизнесменов Башкирии, самых там богатых и влиятельных людей, собрал их за столом, ну, видимо, это где-то было у костра, наверное, может быть, в какой-то пещере. Об этом умалчивается. Да, ну, то есть, антураж должен был быть соответственным, да, ну, или наблатхать, я не знаю. И поручил им выдвинуться, бросить все дела, там, бросьте соду, стройку, там, прочее, то есть, ничего не делайте. Все срочно выезжаете в Вильнюс бить морду Мурзагулову. Вот примерно так это звучало. И записать видео с извинением. Обязательно, да. И в традиции Рамзана Кадырова, значит, побитый и кровоточащий Мурзагулов должен был быть, примотан скотчем к стулу и записан на видео, значит, его извинения перед всеми, значит, и прочее. Ну, вот это, конечно, очень было смешно, потому что, ну, судя по всему, отчаяние какое-то уже совсем Ростислава Равкатовича накрыло, в том плане, что его никто не замечает и никто не обращает внимания на его, как бы, там, деяния. Я все-таки процитирую. Андрей Назаров на встрече с авторитетными предпринимателями Уфы попросил их съездить в Вильнюс. Побить меня, я немножко перефразирую, и заставить извиняться на камеру. Приезжайте, чё, встретим и обилетим. Кстати, там и близкие мои были Андрею. Да, да, да. Ну, я еще раз говорю, вот этот текст, это как раз какой-то крик отчаяния о том, что, ну, заметьте меня, вот он, я тут. А чтобы что? Как сейчас? Ну, не знаю, ну, что теперь должен, ну, не знаю, я предполагаю, как громко смеялся Назаров, вот когда это дело все узнал. Ну, правда, это неприлично и как-то постыдно, на мой взгляд, вот такие вещи вот писать. Это вот, ну, если уж Мурзаголов себя позиционирует как серьезный актор, серьезный игрок там на, как бы, вот этом поле, вот этом политическом пространстве, и вдруг он вот такие вещи вот рассказывает. То есть, что это может быть правда, вы исключаете напрочь? Ну, на сто тысяч миллионов процентов, да, то есть, понимаете, если бы это было правдой, то Мурзаголов бы точно об этом не узнал. Вот в чем дело. Ну, как бы, ну, это бред. Это просто бред от человека, который находится в каком-то отчаянном положении, судя по всему, Михаил Борисович не особенно хорошо платит, надо как-то еще зарабатывать, чего-то где-то там извлекать, там, и прочее, прочее. Привлекать как минимум к себе внимание, не знаю. У меня, я близок к тому, чтобы начать сочувствовать Ростиславу, в том плане, что ему нужно как-то перестраиваться, немножко искать другие какие-то смыслы жизни и перестать вот рефлексировать на эту тему. А то, что вот он занял такую позицию, довольно-таки неожиданную, для тех, кто имел отношение к власть-предержащим, ну, то есть, критикует, мягко говоря, очень мягко выражаясь, все, что происходит в стране. Ну, это типичная политическая проституция в том смысле, что человек, который настолько достоверно, убежденно и правдоподобно защищал этот режим столько лет... Он же объясняет, я хотел его сделать лучше изнутри, он говорит. Это демагогия, на самом деле, нет. Ну, это, знаете, так говорят все, кто попался на том, что он категорически изменяет своим убеждением, все рассказывают, что вы не понимаете, это другое. На самом деле, конечно, Мурзагулов был абсолютно убедителен и правдоподобен в своей защите и Путина, и режима Путина, и Хабирова, и всех вот этих вот вещей, и, как сказать, того, что у нас сейчас творится и так далее. Я абсолютно уверен, что если бы его не попятили из этих всех кругов, он бы сейчас здесь с пеной у рта доказывал необходимость всех вот этих вот событий на Украине и прочих вещей. То есть, я вот нисколько не сомневаюсь, потому что это абсолютная, ну, и повторюсь, политическая проституция, попытка быть кому-то полезным, ну, тем, кто сейчас за это платит, условно говоря. Все, ни больше, ни меньше. Никаких иллюзий здесь питать точно не нужно.